Детство – этап подготовки к будущей жизни, реализация возможностей каждого ребенка происходит благодаря участию детей в различных видах деятельности, игре, речевом общении, занятии спортом, рисовании, конструировании. Все это и многое другое делают детишки в детском творческом клубе. Подробнее о нем в сюжете. Одни дети предпочитают петь, другие играют в футбол. Ну а эти ребята из клуба «Креатив» собираются раз в неделю, чтобы почитать стихи и поговорить о литературе. Такие маленькие, а уже декламируют серьезные произведения серьезных поэтов. Как же им это удается? Читаю днем, ну почти весь день, но с перерывами. Телек посмотрю, потом еще уроки сделаю, почитаю. Потом перед сном тоже читаю. И утром, хоть я уже почти ни одну строчку не помнил перед сном, потом я утром уже просыпаюсь и я уже выученным стихотворением рассказываю. А я каждый день вот читаю по несколько раз, потом говорю маме, на, держи листочек, теперь я буду рассказывать. И я так учу. Сначала выразительно читаю, потом начинаю учить, а потом, когда я просыпаюсь утром, и я уже все запоминаю. Взрослые быстро забывают стихи, потому что они уже давно поучились в школе и уже старые. Вот так юные креативщики не ленятся читать и учить, интересоваться и внимательно слушать. Не за пятерки и поощрения, а просто потому, что это доставляет им удовольствие. На вопрос, какой поэт нравится больше всего, ребята были готовы отвечать на перебой. Лев Николаевич Толстой Сам клуб «Креатив» работает при Дагестанском театре «Кукол». Занимается с детьми преподаватель Сейронат Абдулаева. Творческие задания, изучение биографии поэтов и писателей и даже встречи с ними – это все дело Сейронат Гаджимурадовны. Я даю им идеи и даю какие-то наброски к определенным темам, тематике, которые волнуют всех нас. И дети, свои отношения к жизни, отношения ко всему, что нас окружает, они уже пишут. Кто-то пишет сказки, кто-то прозу, а есть дети, которые пишут стихи. Работы некоторых детей были даже опубликованы на страницах журнала «Соколенок». О котором мы рассказывали в прошлом выпуске. А это и неудивительно, когда за поем читаешь качественную литературу, начинаешь сочинять сам. Оставив в память незабвенный твой образ, бережно храня, мы продолжаем путь свободенны с тобой, но все же без тебя. 170 лет прошло со дня смерти Александра Пушкина. В клубе «Креатив» не могли пройти мимо этого события. Кто-то печально и вдумчиво, а кто-то с вдохновением и радостью читает стихи в память о поэте. Но ведь он же был поэт, он писал нам сказки. Добрым был, конечно, он. Вселучшие порывы посвятить. Отчизне ты зовешь нас из могилы. В продажный век, век лжи и грубой силы, зовешь добру и истине служить. Но так и быть рукой пристрастной, прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных. Поэзия и проза для этих детей не просто слова, услышанные на уроке литературы, а увлекательный мир переплетения слов, благодаря которому можно выразить все свои радости и печали.